Все наиболее выдающиеся черты тщеславия еще резче и неприкровеннее выражаются в последней страсти и гордости. Если тщеславные услождаются своими подвигами, достоинствами и ищут почет от людей, то гордый уже прямо усвояет их себе. То есть он себя возносит на пьедеста в величии и утверждает всю полную независимость от кого бы то ни было. Он уже считает, что способен сам, своими силами, без божественной помощи осуществить свое человеческое назначение, имеет для этого достаточных сил. Если в тщеславии можно наблюдать недостаток любви к Богу из-за обвинения своей Божьей, то в гордости уже прямо пренебрегается Божья слава и явное появляется нежелание Богу славу воздавать. То есть человек свою самодостаточность утверждает в себе. Гордый не признает своих недостатков, свою испорченность греховность отрицает, мечтает о своем превосходстве над всеми, стремится к исключительному самоутверждению по отношению к окружающим. Если при тщеславии человек пользуется людьми для того, чтобы прославить себя, то Божья уже и отрицает их. Они ему же не нужны. Он признает за собой право суда. Вражда, естественно, допускает, чтобы кто-то его судил, кто-то критически относился к его поступкам, действиям, и тем более кто-то бы сделал замечание в ответ своего, или обличение, не дай Богу. Ответ будет один. Это вражда или задаемая ненависть. Отсюда рождается понебрежение к низшим, презрение к равным. Высшую степень гордости показал сатана. Но один богослов православный так старается характеризовать это состояние. Абсолютно гордое существо живет и действует, руководясь сознательно или безотчетно в следующем положении. Мое решение устанавливает и даже творит ценности. Поэтому моя воля должна господствовать над всем, что совершаете. Все, что происходит, должно следовать моему плану и указанию. Никто не смеет меня порицать и даже хвалить, то есть оценивать. Даже неличные ценности, нравственное добро, красота, истина не смеют покорять меня себе. Я не обязан подчиняться им, да и не обусловлены они моей волею. Они существуют сами по себе. Такое абсолютно гордое существо приписывает себе божественное свойство и хочет само стать на место Бога. Здесь покушение именно на Бога. Возникает отсюда соперничество, гордиться с Богом, активное богоборчество. Не успех этой борьбы и потому жгучая ненависть Богу. Существо, подлиненавидящее самого живого Бога, есть сатана. Совокупность таких существ образует особое царство бытия, противоположно царству Божию, называемое адом. Гордость фактически единственная страсть, которая может вытеснить все остальные. Если есть гордость, дьявол перестает человека искушать другими страстями. Уже нету потребности. Гордость достаточна для того, чтобы погубить человека. Но это страсть такая, которая является наиболее прочной. То есть гордый человек уже не способен покаянию. Убежденный в своем превосходстве человек, который ранее чеславился этими своими качествами, начинает потихонечку во всем себе потакать, думая, что это никак не умалит его достоинства. Отсюда рождается плотолюбие. Он начинает проявлять интерес к миру, или, иначе говоря, любовь к миру. С другой стороны, он замыкается на себе и перестает мир окружающий воспринимать. То есть он не видит никого, ничего, кроме себя. Соответственно, он теряет друзей, пренебрегает обязанностями, нарушает данное слово. Не готов жертвовать ради окружающих. В отношении людей видит неблагодарность. Холодность бывших друзей объясняет завистью его успехам. Но, с другой стороны, опять же, подпитки нет для гордого со стороны людей. И он начинает привлекать это внимание. Начинает гневаться, выкрикивать оскорбительные слова в лицо приятелям. Или иронизировать и соперничать. Естественно, что ему свойственно стремление к властолюбию, к властами над людьми. Причем он не терпит столкновения с чужой волей и сразу гневается. Почему? Потому что, опять-таки, воля чужая, чужая жизнь, не следует его планам, его вкусам. Закончится же гордость, может, унынием и тоской, ощущением бессмысленности. Потому что он, в конце концов, понимает, во что он превратился. И понимает еще то, что смысл жизни, который он видел в себе самом, самосовершенствием, оказывается и не является смыслом. Почему? Потому что человек, желающий обрести смысл жизни и жить вечную в себе, для себя, он оказывается ни с чем, потому что он в себе не заключает бытия. Он не самобытие. И поэтому рождается чувство пустоты. Даже в период рассвета, говорят, гордец несчастлив. Потому что, вопреки заблуждению общему, гордость – это не любовь к себе. Гордый не любит себя, не может любить себя, как и других. Ибо любовь – это стремление к Богу, а он от Бога уходит, убегает. Любовь – это видение образа Божия и подобия других в себе. Гордый этого не может видеть и не стремится. С другой стороны, он понимает никчемность свою собственную и начинает себя ненавидеть. Причем, он так себя ненавидит, что начинает очень сильно истязать. И говорят, мало кто из подвижников истязает себя так, как это делает гордец. За малейшее прегрешение он готов себя со свету жить. То есть, если он что-то сделал нехорошее, согрешил, иначе говоря, совершил поступок непредусмотренным планом его самосовершенствования, то он начинает себя корить. И отсюда сильны бывают у гордецов угрызения совести, которые переходят все мыслимые и немыслимые границы. Это так называемое засуживание. Когда человек судит себя слишком за грех свой, то это свидетельствует о его гордости. Что же касается грехов, то отцы говорят, что они происходят из-за гордости. Всякий грех, он исходит из гордости. Есть у святых отцов образ, образ древа греховного, в котором ствол гордости. От этого ствола уже исходят все другие веточки греха. То есть, гордость является причиной всех грехов. Но, с другой стороны, нужно думать, что гордость это источник греха. Потому что западные богословы, они обычно под гордостью видят причину всех грехов. Хотя, конечно, гордость, она присутствует, наличие стоит во всех грехах, но она не является их источником. Гордость это есть некая высшая страсть. Если мы возьмем образ человека, то можно сказать, что гордость это голова. Это владычественное в человеке. А корень жизни это сердце. Вот корнем греховной жизни является самолюбие. А гордость это вершина греховной жизни. Это некое сознание. Пока человек в сознании, он совершает действие, он живет. Если сознание отключается, он перестает чувствовать себя, перестает чувствовать свое бытие. Пока у человека есть гордость, он грешит. То есть, он живет греховной жизнью. Поэтому мы можем сказать, что всякий грех, он происходит от гордости. Так же, как всякое действие рождается от сознания. И поэтому лесточек, например, говорит, где совершилось грехопадение, там прежде водворялась гордость. Внешними признаками гордость человека являются такие качества, как обидчивость, самолюбие, самонадеянность, желание считать свои силы, безусловно, достаточными для дел. Такой человек не ищет помощи, не просто не сам хочет сделать. Но не нужно путать с детским «я сам». Ребенок тоже хочет сам сделать, иногда проявляет так называемую самость. Но ребенок хочет сделать самостоятельно то, что ему показали, а не то, что он сам решил. А гордый именно делает то, что ему кажется лучше. Гордый изыскивает все возможности вмешиваться в дела других людей. Под предлогом помощи и тому подобное. И, как правило, принимает участие в делании многих дел, которые не в состоянии довести до конца, по их большому количеству. Желает даже переделать дела Творца, то есть переделать природу. В отношении религии можно наблюдать такое стремление, как самостоятельно заслужить Царствие Небесное. То есть сделать Бога должником своим. Но, естественно, он не принимает никаких советов. Он сам знает, что ему делать. Может выражаться гордость и самоуверенность. Для самоуверенного характерны такие рассуждения. Я лично не понимаю, что вы мне там говорите, поэтому все это лишено смысла и является абсолютно чушью. То есть он никого не слушает. Чужими рассуждениями пренебрегает, советов не ищет, не принимает, даже когда сам не может решить вопрос. Такие действия и слова свидетельствуют о наличии в человеке самомнения и своеволия. Самомнение – это такое настроение, когда человек склонен оценивать себя лично. И, чаще всего, достаточно лестно, не обращая внимания на мнения окружающих и на результаты своей жизни. Своеволие – это желание поступать по своей личной воле. При этом предполагается, что своя воля должна отличаться от воли других людей. Должна быть на нее непохожей. Ну, а так как воля своего плащей находится в словах и поступках, то своевольный ищет возможности подчеркнуть, что он действительно по своей воле выбирает те поступки и формулировки, которые обнаруживают ее отличие от воли других людей. Обычно таковы ищут неких экстравагантных стилей поведения. В душе человека в своеволе рождает ощущение собственной необычности от личности от других людей. И со временем это приводит к ощущению отделенности, отчужденности от людей. В связи с тем, что своевольный чувствует отчужденность, и эту отчужденность испытывают люди, у такого человека, как правило, очень ограниченное количество людей, которых можно назвать близкими, поскольку люди от него отчуждаются, отражая его собственное настроение. Все контакты, которые имеются с людьми, часть всего носят характер формальный, вызываются внешние потребности. Единственное, с кем легко, конечно, относительно легко, находит контакт своевольный, это с людьми подобостранственными, то есть с такой же страстью, подобной, как и у него. Своеволие и самомнение может привести человека в такое состояние, которое святые отцы именуют мнение. Это вид прелести, который, хотя по внешним признакам не так явен, но по существу ужасен. Одержим этой прелестью тот, кто мнит о себе, сочиняет о себе мнение, что он имеет многие добродетели, достоинства и благодать двух святагов. Мнение составляется из ложных понятий и ложных ощущений, поэтому свойство своему оно вполне принадлежит к области дьявола, к представителю лжи. Святой Семенов Богослов говорит, что мнение не допускает быть мнимым. То есть, когда человек мнит о себе, что он беспрастен, он никогда не очистится от страстей. Когда он мнит, что он исполнен благодати, он никогда не получит благодать. Если он мнит, что он свят, он никогда не достигнет святости. То есть, мнением заграждается вход к духовному преуспеянию, христианским добродетелям. У зараженных мнением нет никакой способности к духовному преуспеянию. Они эту способность как бы уничтожили. Внедугающих этой прелестью является необыкновенная напыщенность, пишет святитель Игнатий. Они как бы упояны собой, своим состоянием самообольщения, и видя в нем состояние благодатное. Они пропитаны преиспоемой высокоумием и гордостью, представляясь, впрочем, смиренными для многих, судящих по лицу и не могущих оценивать по плодам, как заповедовал Спаситель. Для сравнения можно привести примеры из жизнеописания, уже известного нам Франциска Осийского, который явно показал все только что предстоящие нами черты. Первое, что хочется отметить, это то самоуничижение Франциска, которое постоянно встречается на страницах его жизнеописания. Ярким свидетельством истинного понимания этого самоуничижения является следующая фраза Франциска из его послания к ордену. Вот эта фраза. Я ничтожный и слабый, ваш последний раб. Услышьте, сыновья Господа и братья мои, и внимайте к словам моим. Преклоните ухо вашего сердца и повинуйтесь к глазу Сына Божьего. То есть, ничтожный и слабый, последний раб, но тем не менее является голосом Сына Божьего. Еще более ярким доказательством является то видение, которое получил Францис на горе Альверно, где он молился, такими словами, самоуничижение. Господи, что я при Тобой, что значит в сравнении с Тобой, ничтожность черт земли, ничтожность Твоего служителя. И получил на эту молитву в ответ такое видение. Ему представилось два больших цвета, в одном из которых он узнал Создателя, а в другом самого себя. То есть, совершилось наконец-то то, к чему он стремился всю жизнь. Он увидел себя равным Богу. И именно это видение является одной из главных причин того, что ученики Франциска, все его последователи, почитатели говорили о том, что в их учитель, в их наставнике произошло новое воплощение Христа. Было у Франциска и более яркое видение на той же горе, когда он, опять же, молился в день воздвижения Креста Господня Богу и просил, чтобы Господь дал ему возможность пережить страдания, которые испытал на Кресте Христос. И сразу после этого он начинает созерцать страдания Спасителя. И в избытке ощущаемых им любви и сострадания, он, наконец, почувствует себя, как говорит Жизнеписание, совершенно превращенным в Иисуса. После этого Франциску явилось богохульное видение. Хотя богохульство это Франциск не заметил. Его взору представился крест, которым был приглажден Серафим. Это действительно дьявольская насмешка над величайшим таинством Бога воплощения, потому что место Творца Искупителя занимает его творение. Конечно, католики называют эти видения Франциска величайшими видениями и не видят ничего плохого. Хотя православные восточные подвижники иначе относились к подобного рода видениям. Конечно, теоретически, возможно, Франциск знал о подмене. Потому что в Священном Писании сказано, что бесы могут принимать вид ангела. И, следовательно, подобные явления надо уметь различать. Правда, у Франциска есть интересный способ различения духов, который он предлагает своим ученикам. Оказывается, для того, чтобы узнать, истинно ли это видение или нет, требуется всего-навсего предложить явившемуся духовному существу, как советует Сан-Франциск, открыть рот для того, чтобы можно было туда помочиться. Если после этих слов существо исчезнет, то это будет дьявол. Вообще, конечно, изумительно. Но даже этот нелепый способ различения духов, который предлагает Франциск, является не главным для доказательства его прельщенности. Главное являются те высказания, которые Франциск произносил впоследствии. Вот, например, перед смертью он говорил, «Я не сознаю за собой никакого прегрешения, который не искупил бы исповеди и покаяния». Или другое. На смертном Андре он говорит ученикам своим, «Я прощаю всем присутствующим и отсутствующим обиды, забуждениям и отпускаю им грехи их, насколько это во власть моей». Не прощение прочит перед смертью даже, а напротив сам прощает. Закончил же он свою жизнь с такими словами. «Я исполню то, что должен был исполнить». Совершенно противоположное высказание мы встречаем у святых в восточной православной церкви. Например, преподобный Маматой так говорил себе, «Когда я был юн, я думал сам собой, может быть, я делаю что-нибудь доброе. А теперь, когда составился, вижу, что я не имею в себе ни одного доброго дела». То есть, как Ава Дорофей говорил, «Чем более кто к Богу приближается, тем более себя видит грешником». «Поверьте, братья», — говорил Пимен Великий, «Куда будет вержен сатана, туда буду вержен и я». Как-то к одному старцу пришел ученик и сказал ему, «Я замечаю, отче, что всегда помню о Боге». На это ему старец ответил, «Это не важное дело, что ты о Боге размышляешь, но то важно и велико, если видишь себя ниже всякой тварь». Это высказаны древних святых. Но и святые более поздние, принадлежащие Церкви Православной, также говорили о своем ничтожестве. Например, святой Кирилл Белозерский, когда его инок некий бронил и сравнил перед всеми, ответил ему, «Все ошибаются во мне, считай меня праведным, только ты один говоришь правду и знаешь все мои достоинства». Также и Тихон Задонский говорил о себе, «Если бы можно было, я бы и сан себя сложил, и не только мосан, но и кобук и рясу снял себя, и сказал бы себе, что я простой мужик, и прошел бы самый пустынный монастырь, и употребил бы себя в работу, как-то дрова рубить, воду носить, муку сеять, хлебы печь и прочее. Но та беда, что у нас в России все сделать невозможно». Совершенная противоположность поведения Франциско-Осийского. Впрочем, не нужно думать, что только Франциско-Осийский был заражен при вести мнение. Свидетель Игнатий Бринчинов утверждает, что зараженных мнением встречается очень много. Всякий, не имеющийся крушенного духа, признающий за собой какие бы то ни было достоинства и заслуги, всякий, не держащийся ни у кого научения права в Сану Церкви, но рассуждающий о каком-либо догмате или предании произвольно по своему усмотрению или получению и на славу, находится в этой прелести. Хотя этого мы не понимаем, не сознаем, за собой не видим. И в этом, говорят отцы, наше великое заблуждение. «Кто себя, когда признал от сердца гордым?» говорит Ихан Задонский. «Еще не случалось того видеть. Многие себя называют грешниками, но от других называться не терпелем. Отсего показывается, что языком только называются грешниками, а не сердцем. То есть еще один признак наличия гордости человека это нетерпение обличения со стороны других. Началом гордости является, можно сделать такой вывод, незнание самого себя. Это незнание и заставляет человека гордиться собой, ослепляя его. А отсюда можно видеть, где нужно искать действенное оружие против гордости. Именно в познании самого себя, в познании своего ничтожества. нужно за собой наблюдать тщательно, чтобы не приписывать себе никаких добрых дел, качеств похвальных, каких-то способностей природных, или, проще говоря, не приписывать себе каких-либо достоинств. Что ты имеешь, говорит апостол, чего бы не приял иметь себя от Бога. От Бога мы и бытие имеем свое, и паки бытия, и все свойства естественные, способности. Из такого воззрения на себя образуется само собой такое состояние, которое является противоположным мнением, которое Господь называет нищетой духовной. Вообще, как замечает Тихон Задонский, христианам все равно гордиться. Потому что Христос, Бог Великий, Высокий, смирил себя. Все равно гордиться рабам, когда Господь их смирит. Нет ничего так неприличного и непристойного христианам, по его словам, как гордость, и ничто так не показывает христианина, как смирение. А еще Бог хочет показать свидетельство, что мы истинные христиане, научимся от Христа смиренными быть, якорсам он решает нас. Научитесь от меня, якорк ротокисим и смирен сердцем. Что же касается видов гордости, то существует два вида гордости, как и два вида тщеславия. Имеется в виду плотская гордость и духовная. То, что уже было сказано тщеславие, можно применить и к данному случаю. Поэтому мы не будем описывать эти виды гордости, а скажем лишь об общих проявлениях гордости, по которым можно будет каждому проверить, насколько глубоко сидит в нем гордость. И можно будет также знать, что нужно ему опасаться избегать. Сначала, как говорит преподобный Ксиан, бывают разговоры крикливости, молчание досады, веселье, громкий разливающийся смех, в печальном случае неразумный скорбь, в ответе строптивость, в речь легкомысленность. Слова вырываются без всякого части сердца и безрассудно. Также она не имеет терпения, чуждо любви, дерзко для нанесения оскорблений, и к перенесению их малодушно, повиновению неудобно подвижно. Принять у вещей непреклонно, для исчезания своей воли слаба, для подчинения другим весьма упорно. Всегда усиливается настоять на своем мнении, а другому вступить никак не хочет. Во всем доверяет больше своему мнению, нежели суждению других. В ком возобладает стресс гордости, тот не только не считает достойным соблюдать какое-либо правило подчинения или послушания, но и само учение о совершенстве не допускает до своих ушей. В его сердце растет как такое отвращение к духовному слову, что когда бы и случилось такое собеседование, взор его не может стоять на одном месте, но и вступленный взгляд обращается туда и сюда. Глаза обыкновенно устремляются в другую сторону, в кость. Вместо спасительных воздыханий слюни высохшей горта не сгущаются. Пальцы играют на подобии пишущего что-нибудь. Бегают, рисуют. Таким образом туда и сюда двигаются все члены тела. Так что пока продолжается духовное собеседование, ему думается, что он сидит на ползающих червях или острых спицах. И что простое собеседование не высказало бы к назиданию слушающего, гордо думает, что это сказано в поношении ему. И во все время, в которое происходит рассуждение о духовной жизни, он, занятый своими подозрениями, ловит, принимает не то, что надо было принять к своему преуспеянию, но озабоченный умом изыскивает причины, почему то или другое сказано. Или стальным смущением сердце придумывает, что можно было бы возразить. Так что и спасительного исследования совершенно ничего не может получить или в чем-нибудь исправиться. Таким образом бывает, что духовное собеседование не только ни в чем не приносит ему пользу, но еще становится более вредным и делается для него причиной баклика. Обнаруживает страх гордости и хула, потому что, как говорит тоже Святой Отец, в сердцах гордых рождаются хульные слова. Хула опасна тем, что она многих повергает в отчаяние безнадежность и трудноисповедуемое. Хотя сие последнее является самым действительным средством против хулы. Один монах претерпевал нападение от бедства хулы в течение 20 лет. И все это время он изнарял Святого постом, бдением, но никакой пользы не получал. И только после того, как он пришел к старцу и исповедовал, отступил от него дух хулы. Проявляет себя этот дух в хуле на Бога, на все божественное во время литургии, во время молитвы, также в словах срамных, которые произносит не то и человеком. Все это дело для того, чтобы осквернить его, привести в отчаяние или заставить перестать молиться. Действенным средством против хульных помыслов является неосуждение. Перестанем судить и осуждать ближнего, говорит лестовщик, и мы не будем бояться хульных помыслов. Его причина и корень второго есть первое. Заканчивается же гордость, как правило, сумасшествия. Если бы жизнь человеческая на земле продолжалась долго, то всякий, не живущий по Божьим заповедям, неминуемо сходил бы наконец с ума. Ужасный пример этого мы видим на духах отверженных. Первым сумасшедшим является именно дьявол, который воспротивился Богу и который до сих пор не может понять, что невозможно сражаться ему со своим творцом. Опасность и изловреденность гордости обнаруживается более всего в том, что противником своей она имеет не какую-либо тварь, не ангела, не архангела, не другие какие-либо силы, но самого Бога. Ведь не сказано, что Бог противится например чревоугодникам, любудникам или гнивливым, но сказано Бог противится гордым. Гордые, не имеющие смирения и любви к ближнему Богу, конечно не можете принять христианство. Трудно такому человеку воспринять например такие слова спасителя. Без меня не можете делать ничего. Или когда исполните все поверено вам, говорите мы рабы ничего не стоящие. Поэтому гордый и создает свою религию холодную, гордую, богоборную, антихристианскую. Те, которые себе страсть хранят, возделывают, образуют в себе настроение способное принятие антихриста. Исходя из его вредности этой страсти и опасности ее, необходимо объявить борьбу против этой главнейшей страсти и победить ее. Какие же средства можно употребить для побеждения этой страсти? «Некогда», говорит англесточник, «я уловился безумную прелестницу сердца моем, внесенную в онное на раменах я Матери Чеславия. Связав обеих кузовами послушания и бифих бичом смирения, я понуждаю сказать мне, как они вошли в мою душу. Наконец под ударами они говорили, «Мы не имеем ни начала, ни рождения, ибо мы сами начальцы раз всех страстей». Немало ратует против нас сокрушение сердца, рождаемое от повиновения. Первое средство сокрушения и покаяния. «Не забывай свое падение, пишет Никсинайский, хотя и покаясь, но поминай о грехе твоем плачем к смирению твоему, чтобы, смирившись по необходимости, отсечь тебе гордость». Далее читаем Листочник, «Быть кому-нибудь подчиненным мы не терпим, посему-то мы и на небе, пожелав начальство, отступили оттуда, второе средство против гордости послушание. Для начала это послушание родителям и старшим по званию, а в конце послушание по отношению ко всем ближним. Кратко сказать, продолжаем Листочник, мы, то есть гордость и тщеславие, родительницы всего противного смиренно мудрее, и что он нам успешенствует, то нам сопротивляется. Впрочем, если мы и на небесах явились в такой силе, то куда ты убежишь от лица наше. Мы весьма часто следуем за терпением по руганию, за исправлением послушания и безгневия, ни по метазлобе и служению ближним. Наше исчадие суть падения мужей духовных. Есть только одно, чему мы не имеем силы противиться, будучи и сей. Мы сей и сей скажем, если будешь искренне укорять себя перед Господом, то презрешь нас, как паутину. Действительно, можно вспомнить случай, когда святитель Александрийский Феофил постил гору Нитрийскую и спросил у встретившегося ему Абвы, что нашел лучшего он на пути спасения. Старец ему ответил постоянно обвинение и осуждение себя. И святитель подтвердил поистине нет другого пути, кроме всего. Можно предложить и другие средства борьбы с гордостью. Например, прошение милостыни. Милостыни это просьба признавшего себя слабым к тому, кого признает он сильнее себя. И здесь след обратить внимание, что Годицы до поры до времени о помощи просто очень редко. Объясняю это нежеланием озадачивать окружающих своими проблемами. Вообще гордец предпочитает когда ему должны, нежели сам находиться в долгу. Всегда крайне тяготится своим бедственным положением в любой зависимости. Но, как говорит Ефрем Сирий, ничто так не смиряет душу, как пребывание в нищете и пропитание подаянием. В конечном итоге все эти средства ведут к одному. к смирению. Ты видишь, говорю о гордости Иоанну Лесточнику, что конь, на котором я еду, есть тщеславие. При подобной же смирении и самоукорение посмеются коню и всаднику его. И со сладостью его споют победную онную печень. Поим, Господи, славно бы прославился коня и всадника верже в море и в бездну смирения. Но для того, чтобы иметь смирение, требуется, прежде всего, крепко держаться православной соборной апостольской церкви. Потому что как невозможен пламень выйти из снега, так еще труднее вне православном быть смиренно-мудрым. По слову того же анодействующего. Поэтому вне недра православной церкви смирение найти невозможно. Тот же, кто живет в церкви, он приобретает смирение через усвоение устал церковных, через изучение священного писания и предания святоотеческого, через телесные духовные делания, кратко сказать, через исполнение заповедей Божьих по духу Евангелия. Впрочем, существует еще одно средство, которое может показаться на первый взгляд необычным, но при более глубоком рассмотрении логичным. Противоположной гордыне добродетелью святитель Игнатий Мальчинов называет не смирение, а любовь. Удивительно, но в то же время правильно, поскольку гордыня это попытка возвеличить себя прежде всех, даже Господа. Значит, противоположной добродетелю должна быть именно любовь к ближнему и любовь к Богу. Через дело любви человеку многое прощается, но особенно важны дела любви в борьбе с гордостью. Это дар Божий, который дается по мере сил, которые человек употребляет для стяжания этого дара. То есть требуется исполнять дела любви по отношению к своим ближним. За деятельную любовь Господь дарит любовь истинную. Через дела любви, если понаблюдать за собой, может заметить, как смягчается душа, как она постепенно приходит в состояние мира, покоя, потому что чем больше отдает человек внимание, заботы типа окружающим, тем больше их образуется в его душе. Наверняка многие из опыта знают, как в результате попыток совершать дело любви приходит чувство глубокой привязки к человеку. Не страстного влечения, которое приносит только зависимость тяжелых болей, а именно теплое глубокое чувство родства другим человеком. И вот это чувство родства самое ценное для христианства, потому что Царство Божие это Царство любви, родственной любви, где каждый является частицей общего тела Христова. христианства христианства «Ё уч� «Ё ученщик» «Ё ученщик» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...